Всем привет, я снова с вами. Чили нельзя назвать очень популярным иммиграционным направлением, но тем не менее, некоторое количество иммигрантов каждый год пребывает в поисках лучшей жизни. Преимуществами жизни в Чили пестрит интернет, но очень мало информации именно о недостатках и минусах жизни в этой стране. Итак, поехали! В Чили достаточно опасная криминогенная обстановка, а также безнаказанность преступников. Местное население в своей массе достаточно дружелюбное, но также и плутоватое. Каждый здесь сам себе на уме. Выделяемые качества чилийского населения – это необязательность, поверхностность и лживость. Несмотря на то, что государственным языком в этой стране является испанский, большинство населения говорит на своем, племенном языке, они как будто бы шпилявят, не договаривают слова, к нему очень сложно привыкнуть. В Чили очень сильная бюрократия. Высокие налоги для малого и среднего предприятия, двойные стандарты. Землетрясение в Чили – это обыденность. Так же, как и цунами, вулканы, пожары, даже самый маленький дождик, в Сантьяго – это катастрофа. На севере страны распространены крошечные ядовитые паучки, укус которых смертелен. Страна географически очень далеко от всего, за исключением некоторых стран Латинской Америки. Очень мало народу и, соответственно, ограниченные возможности. Культура слаборазвитая. И жутко холодный океан, маленькие зарплаты и кусучие цены, особенно образование, транспорт, медицина, коммунальные услуги. При всем при том, что цена, качество не оправдывает. Вообще здесь все маленькое. Улицы, люди, низкие потолки, маленькая жилплощадь, короткие штанины и рукава у одежды, отсутствие отопления, плохая теплоизоляция и звукоизоляция жилья. Стильное классовое разделение. В Чили нет ни гречки, ни селедки. Ну а самое противное – это необходимость целоваться со всеми, даже с незнакомыми людьми. А также примириться с лицемерием и часто с хамством. Сможете ли вы прижиться в Чили или нет, зависит только от вас самих. Субтитры создавал DimaTorzok